Привет всем! Это видео о том, как установить на одном компьютере две работающие операционные системы. А именно, установить параллельно с рабочей Windows 7, дополнительно Windows 10, как вторую систему. В случае необходимости, используя описанный в данном видео способ, второй системой на компьютере можно также установить и семёрку. Установить вторую операционную систему на современных компьютерах может понадобиться, если с помощью текущей версии не получается решить какие-либо задачи. При этом функционирование первой Windows также важно. Минус двух Windows на одном компьютере заключается в возможных ошибках в процессе установки, повреждения загрузочной записи, отказ обеих систем в результате неправильных действий и как результат утеря важных данных. Итак, на нашем компьютере установлена Windows 7, также к нему подключен другой жёсткий диск. Установим Windows 10 на него. Чтобы не запутаться в дальнейшем, назовём диск, на который установлена семёрка – Windows 7. А тот, на который будем ставить десятку – Windows 10. Устанавливать десятку на другой жёсткий диск будем не случайно, именно такой вариант будет правильным. Также установку Windows 10 нужно производить, загружая компьютер из установочного носителя, изменив порядок загрузки в BIOS или UEFI, а не из внутри системы, иначе Windows 10 автоматически запустит установку путём обновления загруженной в Windows 7. О том, как войти в BIOS или UEFI и загрузить компьютер с флешки или диска, смотрите в другом видео нашего канала. Ссылка в описании. Дальше, запускаем установочную флешку или диск с Windows 10, который можно приобрести или создать самому. Смотрите, как создать загрузочную флешку для установки Windows 10, 8 или 7 в другом видео нашего канала. Ссылка будет в описании. В появившемся окне начала установки Windows 10 устанавливаем язык системы и формат времени. Далее. Установить. Начало установки. Тут я выберу у меня нет ключа продукта. Если он у вас есть, введите его. Выберите версию Windows 10, которую вы хотите установить и нажмите далее. Далее. Принимаем условия лицензионного соглашения. Далее. Выбираем тип установки. Тут главное случайно не выбрать обновление. Обновление – это установка поверх существующей системы. Нам это не нужно. Выбираем выборочную установку и система предложит выбрать диск для установки Windows. Именно это и нужно для установки двух рабочих Windows на одном компьютере. Выбираем подготовленный нами заранее диск D объёмом 75 гигабайт и нажимаем далее. Тут я хотел бы обратить ваше внимание на то, что на компьютере SUEFI стандарт формата таблиц системного раздела должен быть GPT. На MBR диск компьютера SUEFI Windows не установится. Если окажется, что у вас MBR диск, то в GPT его можно сконвертировать сторонним ПО. Либо переустановить Windows 7, преобразовав диск в GPT. После чего приступать к установке Windows 10 второй системой. После этого запускается непосредственно процесс установки Windows. По сути, данный процесс установки Windows 10 второй системой ничем не отличается от чистой установки или обновления системы до Windows 10. Поэтому останавливаться на каждом из них я не буду. Более детально о том, как осуществить чистую установку Windows, а также возможных проблемах при установке системы и способах их решения, смотрите в другом видео нашего канала, ссылка на которые будет в описании. После осуществления всех дополнительных настроек на заключительном этапе установки, наша вторая система загрузится и будет полностью работоспособной. Перезагружаем наш ПК. Как видим, система, которая была установлена второй, является теперь системой по умолчанию. Она будет автоматически загружаться по истечению установленного таймаута. Хочу также сказать несколько слов об окне выбора загрузки одной из установленных Windows. Оно будет иметь разный вид, в зависимости от того, какая система установлена загружаемой по умолчанию. Если таковой является семёрка, то это будет системное окно старого образца в виде белого шрифта на чёрном экране. Если это десятка, то оно будет иметь конфигурацию иконок с названиями операционных систем на голубом фоне, схожее с окном дополнительных параметров запуска Windows 10, как мы видим на данный момент. Если нам нужно, чтобы именно первая система была системой по умолчанию, в нашем случае это Windows 7, то установить её таковой можно следующим образом. Запускаем меню Конфигурация системы. Для этого нажимаем сочетание клавиш Windows плюс R и выбираем в появившемся окне MS Config. ОК. Переходим на вкладку Загрузка. Видим, что Windows 10 установлена системой по умолчанию. Выбираем Windows 7 и нажимаем кнопку Использовать по умолчанию. После чего, напротив неё появится надпись Загружаемая по умолчанию OS. Кстати, обратите внимание, длительность таймаута можно также изменить в этом меню. Поставим, например, 1 минуту. Применить. ОК. После этого система сообщит о необходимости перезагрузить компьютер, чтобы изменения настроек вступили в силу. Перезагрузка. После этого Windows 7 будет грузиться по умолчанию, а если понадобится загрузить Windows 10, её нужно будет выбрать. Обратите внимание, окно выбора загрузки одной из установленных Windows изменилось. Если со временем или после выполнения определенных задач со второй Windows, на компьютере она вам стала не нужна или необходимо удалить первую, то удалить её можно следующим образом. Загружаемся в той Windows, которую планируется оставить. Нажимаем сочетание клавиш Windows Plus R и вводим в появившемся окне MS Config. ОК. Переходим на вкладку Загрузка. Выделяем из списка ту операционную систему, которую планируем оставить и нажимаем использовать по умолчанию. Напротив неё должен появиться соответствующий статус, загружаемая по умолчанию ОС. После этого выделяем операционную систему, которую хотим удалить и нажимаем кнопку Удалить. Применить. ОК. Перезагрузка. Компьютер перезагрузится и уже без возможности выбора операционной системы. Должна сразу загрузиться та система, которую мы оставили. В нашем случае это Windows 10. Как быть с файлами старой системы? Самый простой способ – это отформатировать диск или раздел, на котором она была установлена. Сделать это лучше из меню Управления дисками. Для этого. Перейдите в Управление дисками. Кликните правой кнопкой мыши на нужном диске. Выберите Форматировать. ОК. ОК. Только имейте ввиду, что в таком случае все хранимые в удаляемой операционной системе файлы будут удалены. Поэтому, если среди них есть те, которые вам нужны, сохраните их на другой диск заблаговременно. Если в результате установки или удаления, обновления или сброса Windows, вами были утеряны файлы, вы можете восстановить их с помощью Hetman Partition Recovery. На соответствующий видеоролик нашего канала ссылка будет в описании. Если вам понравилось данное видео – ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Удачи!